Исполняющая обязанности министра культуры края рассказала о будущей работе. Одним из планируемых объектов станет вторая сцена оперного. В Прикамье по итогам года снизилось количество юридических лиц. Причины и факторы тенденции пояснили эксперты. На составление проекта реконструкции колхозной площади Перми заявились три компании. Одна из них снизила начальную цену более чем в полтора раза. Новости на канале РБК Перем. В студии Станислав Загайнов. Добрый день. Краевые власти отдадут приоритет строительству второй сцены театра оперы и балета. Об этом заявила новая исполняющая обязанности министра культуры края Галина Кокаулина. Встреча по вопросу строительства новой сцены с участием коллеги архитекторов состоится на этой неделе. Отмечено, что новый театрально-концертный зал необходим городу, в частности для концертов Пермской филармонии. Компромиссным вариантом может стать ремонт в Большом зале филармонии, КДЦ и проведение некоторых концертов на сцене оперного. Делать зал универсальным, как это обсуждалось ранее, не собираются. С моим приходом в Министерство культуры это совсем не значит постройка концертного зала. Это не равно. Поэтому моя позиция – это, конечно же, строительство второй сцены театра оперы и балета. Поэтому думаю, что это не будет так скоро и быстро. Вот мы постречались и завтра мы пошли в стройку. Но найти именно компромиссное решение. Исполняющая обязанности министра также отметила, что будет продолжена реконструкция сцены театра-театра. Финансирование останется в том же объеме, в каком было запланировано ранее. На данный момент 40 миллионов рублей уже потрачено на покупку оборудования, 150 запланировано на строительные работы. Реконструкцию планируют провести в следующем году. Также сейчас стоит вопрос по возвращению банковской гарантии театру, которую в прошлом году обязали перечислить в краевой бюджет. Деньги мы отдали в бюджет. Сейчас мы просим эти деньги вернуть обратно, потому что деньги наши. Это как бы наши заработанные деньги. То, что мы не работали там полгода, то, что мы... Ну, это деньги наши. И, в общем, поддержка от Минкульта есть. Сейчас нужно решить, как это сделать процедурно и правильно. Кроме того, исполняющий обязанности министра культуры планирует в ближайшее время встретиться с руководством Музея современного искусства Пермэм. В частности, для решения вопроса возвращения на речной вокзал. Новое здание по плану будет введено в эксплуатацию в декабре этого года. В этом году очень необычное. В этом году очень необычное количество предприятий, которое привело к закрытию компаний-поставщиков. Также большое влияние оказала массовая легализация бизнеса, проводимая налоговиками, что влекло повышение расходов компании. Проект реконструкции колхозной площади и прилегающих улиц Перми могут создать за 18 миллионов рублей. Комиссия вскрыла конверты с заявками. Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. Одна из компаний готова выполнить работы за цену более чем в полтора раза ниже максимальной. Наибольшую цену за услугу предложил научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинштехнология». Компания из Петербурга готова разработать проект за 30 миллионов рублей. На сумму в 100 тысяч меньше предложила пермская организация проектная фирма «Орта». Рекордно низкую сумму предложил институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан, оценивший работу в 18 миллионов рублей. Комиссия рассмотрит заявки участников в начале следующей недели. Курс доллара расчетами завтра в начале валютных торгов во вторник прибавил 13 копеек, составил на 10 утра Москвы 60 рублей 6 копеек. Давление на российскую валюту оказывает отсутствие первых значимых результатов президентства Трампа. Нефть, по мнению экспертов, готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК. Предпосылкой для роста доллара может стать предстоящее заседание ФРС США. Эксперты предполагают, что пара доллар-рубль за несколько дней может вернуться в район 61.70, где она не была с начала декабря. Ну а лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает банк «Нейва» 59.95, по продаже «Экспобанк» 60.15. Самое выгодное предложение по покупке евро в банке «Восточный» 64.10, по продаже в «Экспобанке» 64.25. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте. До встречи уже через час. РБК Перм. Дело. Охрана интеллектуальной собственности. Сегодня в 16.35. РБК Перм. Дело. Охрана интеллектуальной собственности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова